...морских контейнерных перевозок. Добрый день, меня зовут Арусий. Больше я оставил там, там другое написано. Так получилось. Сейчас спрашиваю. Я расскажу вам о, наверное, о предметной области в большей степени. Спасибо большое Константину. Он рассказал больше, чем хотелось углубленно рассказывать на Q&A. Потому что много подробностей, характерных и для того, о чем сейчас пойдет речь. Здесь есть содержание доклада. Я расскажу немножко о предметной области в сфере международных морских контейнерных перевозок. Потом немножко расскажу про наше решение. Наше решение здесь обозначено как наше решение. Потом расскажу, почему так. Сфера морских контейнерных перевозок содержит довольно много разных отличий от всего остального. всей остальной логистики в связи с тем, что наверное, это древнейшая из таких крупномасштабных сфер логистики. По морю возили товары давным-давно. Правила работы там, в принципе, давно устоялись. Терминология использовалась чуть ли не там в 17-16-15-х веках. И Колумб в общем-то тоже не просто так в Америку шел. Естественно так Колени, всем видно на черном фоне вот эту решение? Плохо. Понятно? Поярче так, нельзя ли? Понимать. Если есть возможность чуть-чуть поярче сделать или поконтрастнее, потому что тяжеловато термин-синишин читается. Пока Павел загадает, картиночка вверху-вправо. Это как миграция контейнеров в облако. Да, все так и есть. Это штука, которая недавно была неумагичной. Это действительно айтишная шутка. Все так и есть. Она мне очень понравилась. Я рад, что зашла. Вот. У морских контейнеров-перевозок самая высокая концентрация грузов на собственно говоря на корабль, на судно. Вот. Самолеты берут на борт меньше контейнерные суда. погружают огромные совершенно объемы. Собственно говоря, да, про вот эту вот картинку на взлете немножко. Да, изменчивость отрасли на самом деле достаточно сильная, казалось бы, но дело в том, что в свое время получилась такая ситуация, что кто-то перебил соевский канал, да, и те, у кого танкеры могут его обойти с другой стороны, те, скажешь, на разбогателе. Вот, собственно говоря, это, если помнить, не изменяет, анасисы сделали в свое время. Вот. Ну и, соответственно, поехали дальше. Так же большим, так сказать, крупным, звездным отличием морских вот этих контейнерных перевозок является то, что в них достаточно много всевозможных контрагентов, всевозможных участников. Это юристические операторы, это операторы непосредственно контейнеров, это терминалы, это судовладельцы, компаний, которые осуществляют последнейшую деятельность в деле фрактования. Вот. Это истории, связанные с государственным или общественным контролем, таможенный, пограничный, санитарно-бинологический. Вот. Это портовые службы, страховые компании, о них попозже чуть-чуть еще расскажу. И, соответственно, это провейдеры IT-сервисов, которых на самом деле очень немного. Все они в основном работают локально, вроде бы казалось бы системы достаточно простые с точки зрения предметного области. Знай себе документы оборота организуют. С другой стороны, есть масса всевозможных по этому поводу подводных камней. У нас в России есть такая система. Это комплексная, значит, комплекс программных средств под названием «Морской порт». Вот. Все вот участники, которые с ним работают, здесь перечислены. этот продукт был создан в интересах федеральной таможенной службы. Там участвуют всякие контрагентов, участников электронных документов оборотов, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор и пограничная служба. А со стороны бизнеса, администрация портов, участники ВЭД это те, кто заказывает все это дело с логистикой и перевозчики. Те, кто, собственно говоря, что-то перевозит и должны предоставлять соответствующие документы. У этой системы есть, будем так говорить, вебморда. Каждый может там зарегистрироваться как один из представленных, ну, наверное, не всех, представленных в качестве одного из участников и, соответственно, ввести там какие-то переписки, документы оборотов. Беда эта система в том, что она работает только на территории юрисдикции России. Вопросы, связанные с международным документом оборотом, там никоим образом не освещены. Это является одним из оснований критики в адрес морского порта. Считается, что есть необходимость его дорабатывать, вот, мы можем, в принципе, представить, что необходимости доработки его не есть. Просто поменять. Попробуем смотреть дальше. Так, добрались. Одно из основных, ну, не то, что проблем, это, наверное, основная область автоматизации по объему работ, по, так сказать, толщине продукта, это государственное регулирование. государственное регулирование касается как непосредственно перевозок советов к себе, да, ну, это вот то, о чем я уже говорил, это то, чем занимается КПС морской документ оборот в сфере, граничного, таможенного контроля, санитарно-эпидемиологического, есть еще вопросы, связанные с государственной безопасностью, это не только пограничная служба в целом, но и вопросы, связанные, например, с альфикацией, ну, ручки камеры с Алиэкспресса, вот эта вся история, сами понимаете, есть такие вещи. А есть еще такое специфическое IT-регулирование, оно касается регулирования не непосредственно товаров, как таковых, там, продукции, которые возятся через границу, оно касается процессов и средств автоматизации, которые эти процессы поддерживают. это, собственно, законодательное регулирование об этом с начала сегодняшней встречи здесь шла большая дискуссия, касается оно и вопросов банковского дела, а именно вопросов оплаты всевозможных поставок услуг, касается криптографической защиты и вообще говоря документа оборота в этой области. У нас, как всегда, свой ответственный путь это ГОСТ. Это, кстати, является тоже одним из таких специфических препонов, связанных с международной интеграцией систем, обеспечивающих морскую логистику. Тем не менее, решение есть. Вот вопрос, а что там? Ну, как бы сейчас, наверное, не знаю, не очень интересно будет. Решение есть, они разрознены, комплексного среди них практически нет. Единственное, вот это вот самое первое. Первое же, Нет? Или второе? Нет. Второе, не первое. Второе, второе. Собственно, Trade Lens это документооборот в сфере логистики. IBM, Майерск, все, наверное, знают эти слова. Это их продукт. Это документооборот, он защищенный своими экографическими средствами. Это документооборот, который может касаться, в том числе, управления потоками коммуникации. То есть, те документы, которые туда загружаются, доступны для чтения, вообще говоря, не всем, а некоторым участникам. То есть, управление каналовой коммуникацией туда тоже встроено. Что еще есть из решений? Хочу обратить внимание на то, что решения похожие на то, что сделали для Минсельхоза. Там есть тоже про происхождение грузов и отслеживание перемещения. И есть еще очень специфические решения с очень узким профилем применения. Самое последнее здесь обозначено. Это подтверждение груз-флойда контейнеров. У контейнеров есть несколько различных вариантов массы. Это пустая, загруженная и, соответственно, так называемый payload или payload weight. Вот, вот эта вся история. Это все касается того, чтобы подтвердить, что контейнер не искудал или потяжелел при пересечении, ну, как за время пути собачка могла подрасти. Вот, чтобы она не подрастала или не знали в день, когда она это сделала, такие решения тоже есть. Часть из них используется в отдельных конкретных локациях портов Роттердама. Есть в памятник, если у меня в панквербане тоже такая штука есть. В них есть какой-то свой специфический электронный документ оборот портовый. Вот, часть решений в принципе интегрируется через API. Фокусом нашего на самом деле движения, нашего решения является TradeLens. Вот, как наиболее объемная, всеобъемную часть фондизации рисово-творночного движения попробуем. Попробуем. Да. Сейчас к нему и переходим. Наше решение предполагает, что мы попробуем закрыть все возможные сферы международных контейнерных перевозок, ну и, наверное, перспективы даже не только международных, не только контейнеров. Речь идет о комплексном документообороте, обмене сообщениями о статусах этих самых перемещений грузов. Это не только консаменты, ну то есть документы, подтверждающие право собственности отправители. Это сведения, в том числе и телеметрия, например, низку, отдельное оборудование установленное где-то на судах или там контейнеры подключены каким-то другим цифровым, так сказать, датчиком. Все это, естественно, имеет некоторое управление каналами коммуникации, позволяет показать или не показывать какую-то часть информации и статусы в том числе мы идем друг на друга, переводя из юрисдикции в юрисдикцию отдельные сообщения по этому поводу. Балансировка логистических ресурсов это история завязанная, наверное, на то, чтобы обеспечивать грамотное информирование участников перевозок о том, какие есть возможности. я вам говорил о том, что будет, если закрыть сольский канал. Не секрет, что там есть целый рынок фракта, который позволяет чуть ли не на уровне фьючерсов торговать местами на судах, чтобы, например, в ноябре заказать на март какую-то поставку, доставку. Товар еще не произведен, а мы уже знаем, что его можно достать. Заказ и подписание договоров онлайн это на самом деле входит по умолчанию в эту коробочную историю. Отчетности событий на маршруте это вещь посвященная тому самому миграции контейнера в облако. Вообще говоря, не везде и не всегда эту информацию предполагается даже каким-то образом накапливать. Сейчас документ оборот, который предусматривает такие сообщения, он весь целиком полностью бумажный, точно так же, как и документ оборот коносомен. То есть бумажка есть, вы ее можете показать и по ней получите груз. Вот эту ситуацию надо решать. Точно так же, как и если нет бумажки о том, что что-то случилось в процессе, например, путешествия этого судна с порта в порт, то, как правило, событий никакого не было. Это осложняет на самом деле жизнь. Ну и соответственно, все это дело покрепляется блокчейном, как есть. Это гарантия некоторой неизменности данных, надежности их в плане качества. Всеми вот этими вещами можно пользоваться не только для того, чтобы перевести товар через границу, вообще загрузить его на корабль, на корабль, сори, я говорю, на судно, и отправить его и получить. Есть дополнительные игроки, которых у нас, например, в нашем случае в морском порту не рассматривают. Это всевозможные страховщики. Это компания, которая финансирует, будем так говорить, денежный оборот, касающийся самих перевозок. То есть те деньги, которые нужны не просто когда доставлены и выделить прям всю сумму целиком, а это то, что является по сути зарядом денежным на непосредственно само путешествие. Ну и, собственно, наше решение предполагает интеграцию с TradeLens как, в общем-то, в принципе, де-факто, наверное, крупнейшему автоматизатору всей этой вещи на мировом рынке. Выгоды для участников есть прямые. Первое это сокращение ручных операций, просто потому, что мы будем убедить все эти данные, нам не обязательно что-то проверять и перепроверять. Ну, в конце концов, если будет обнаружено, что реестр наш распределенный только записывал информацию скомпрометировавшую себя, то мы в конечном счете можем просто этого участника поменять на другого. По крайней мере, нам всегда будет понятно, кто это сделал. Вопросы, связанные с тем, что все эти сведения будут вариться в одном едином котле и всегда можно пошарить, грубо говоря, сообщения о том, что что-то случилось или все в порядке в рамках конкретного канала коммуникации, посвященного конкретной перевозке. Ну и, соответственно, прямая, конечно, выгода, но она истекает, наверное, все-таки из предыдущей, это сокращение срока оборота контейнеров. Вот мне надо было, наверное, чуть пораньше этой темы отдельно коснуться. Дело в том, что сами себе контейнеры, они не только сквозь-то весит, они еще имеют вполне себе конкретный объем. Ну там есть 10-фтовый, 40-фтовый, там высокий, низкий. Вот, и операторы на текущий момент применения. Имеют, конечно, распоряжение информационной системы, позволяющие обеспечивать логистику не только заполненных, но и порожним контейнеров. Есть возможность сделать так, чтобы оборот порожних контейнеров был как можно меньше. То есть, их можно было бы реюзать между терминалами с большей, будем так говорить, эффективностью. Ну, в принципе, по оценкам посмотрели, поняли, что возможно, наверное, где-то процентов на 30 даже будет снизить вот это количество простоев контейнеров. Да, есть еще, собственно говоря, детали, связанные с тем, что не только о контейнерах может идти речь. Речь может идти об этом задумываемся, о том, чтобы прогнозировать вообще трафик контейнеров и перевозок и прогнозировать загрузку суду, давать более точную информацию о том, сколько, когда, куда, какого груза можно будет перевезти и обеспечить этим, ну, будем так говорить, подтверждение стоимости таких поставок. Вопросы есть, Катеряна? Друзья мои, давайте тогда, значит, благодарю Алексея за твой доклад. Вопросы есть? Вопросы есть. Значит, у нас есть вопрос. Вопросы есть. Алексей, спасибо большое за описание некого кейса. Скажи мне, пожалуйста, А ты уверен, что тебе нужен блокчейн? Ну, как сказать? Я-то уверен, на самом деле. Скажи, как есть. Я уверен, все же свои. Да, я уверен, что там нужен блокчейн. Причем того... именно блокчейн, блокчейн, связанный между собой, да, вот эти вот блоки, в которых вот одно, а потом другое вот состояние, да? Я просто не знаю, насколько есть необходимость мне самому сейчас себе, или, например, мне здесь об этом рассказать, что реальное применение блокчейна, само по себе, оно, в общем, в принципе, наиболее близко конкретно области логистики. То есть это изменение, да, месторасположение, состояние таких конкретных объектов во времени. Согласен, но ты начал свой доклад с пункта номер два и сказал, что твоя цель только неудоба. Я понял. Ну, вообще говоря... Я вот про это. Я понял. Если брать в расчет, что, вообще говоря, автоматизация сама по себе в какой-либо из предметных областей это автоматизация некоторых моделей, достаточно формальной, вот, то, а уж в плане морских перевозок сама по себе формализация это бумажный документооборот сейчас. Алексей, я просто уточню, то есть в плане логистики то у меня как раз вопросов-то точно не возникнет по поводу, да, применения, да, связанных вещей, груз не может не тебе появиться и неожиданно как бы исчезнуть и как бы... Чудным образом, как ты сказал, контейнер не может трансформироваться без какого-то события на пути. А вот, когда документооборот, я почему задал этот вопрос? Точно? Ну, надеюсь, что-то хорошо подумал, спасибо. Можно? Я хотел бы попросить уточнить вопрос. А, ну хорошо, без проблем. Окей, значит, договорились следующий вопрос. Есть ли микрофон? Да, можно? С вами Вячеслав Сервенко. Вопрос вам, Алексей. Да, естественно, спасибо за доклад. Более того, я вот отмечаю всегда, всегда так, да, сначала теоретическая часть, там спрашивают вопрос, идет такая вот, да, ни шатка, ни балка дискуссий, потом приходят люди, которые что-то сделали, и все их начинают ругать, спрашивают, а это зачем, а это как. Отдуваться вам? Коллеги из регуляторов ушли, отдуваться вам. И вам, кстати. Итак, документооборот. Коллеги, значит, в документообороте одним из самых главных, самых существенных частей является уничтожение документов. По факту, кроме того, все документы у нас законодательные, да, не помню, сколько год, коносальных, 4 года или 5, это неважно. Значит, это является неогъемливой частью уничтожения документов. Скажите, пожалуйста, как в блокчейне, который принципиально основан на, так сказать, сохранении всей истории, вы решаете эту задачу? Это первый вопрос. Уничтожение ключа. Пока до уничтожения не дошло, первые 4 метра. Мне кажется, что сам предискутил какой-то один товарищ. Я просто не очень представляю, как в теории блокчейна обеспечить уничтожение того, что есть. Я прокомментирую. Если можно. Михаил Чеканов, КБ-контракт. Так как мы имеем непосредственное отношение к проектированию и разработке продукта, смотрите, прежде чем отдавать ответ на этот вопрос, нужно определиться вообще о каком, что мы подразумеваем под словом блокчейн. Если мы про эффект говорим, то ваш вопрос закономерен и понятен. Я сказал классическая схема. Классическая схема, ну вот у нас классическая схема в этих проектах, о которых идет речь последние полчаса, это все-таки такие решения, которые заточены на промышленной ландшафт и под работу с реальными бизнес-процессами. То есть там, ну в данном конкретном случае идет речь о фабрике. Значит, смотрите, сами документы как таковые там, во-первых, не сохраняются, не записываются. Вот именно как документы. есть история транзакций, есть история изменения статусов определенных сущностей активов, которые мы отслеживаем. И, собственно говоря, вот их-то мы и храним. А для охранения документов уже обеспечивается на отдельных узлах, в отдельных хранилищах, так как логика бизнес-процесса диктует. то есть там есть некоторая проблема, связанная с, скажем так, с архивированием и обрезанием вот этих вот исторических данных. Но когда весь рынок подойдет к тому моменту, когда этот вопрос станет действительно ребром на практике, ну, практическое решение, оно, в принципе, уже не то, что есть, но оно проектируется, тестируется и так далее. Я понял. Подробнее обсудить. Я понял, да. Ну, хорошо. Допустим. Второй вопрос, чисто практический тоже, не тоже, а практический. Самым главным партнером, самым главным, так сказать, стратегическим партнером морских перевозок являются железнодорожные перевозки. Это вот просто как лизницы-бородя. Я не знаю даже порта, куда можно что-нибудь привезти на машине, просто только по железной дороге. Это не важно. Скажите, пожалуйста, разрабатывая концепцию, переходя от концепции к реализации, а вы изучали, смотрели, ну, или просто спросили, а какие принципы документа оборота реализованы у ваших партнеров стратегичных, у ваших, да, а у стратегических партнеров морских перевозок, в частности, РЖД. Я могу просто сказать, что вы РЖД, так как являлись одним из разработчиков, по всей видимости, опять, да, сейчас отпаснули. Нет, 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 нет. Российские железные дороги уже давно реализуют и находятся очень, очень, так сказать, далеко ушли в этом направлении традиционный юридически значимый электронный документ оборот. Ну, понятно, да, что такое традиционный. Вот не блокчейнский, а с операторами ДО, там, и так далее. Скажите, пожалуйста, не видите ли вы вот на этапе перемещения груза, груза я подчеркиваю, да, на этапе оформления из накладной коносамента информационного вот этого барьера перехода от классического, ну, не классического, скажем так, традиционного ЮЗДО к блокчейн. спасибо. Барьера на самом деле я не вижу в этом плане, причина тому проста. Вот это вот решение, о котором идет речь, оно, ну, вообще говоря, полагает собой некоторую большую коробку, ну, там, на самом деле, куча маленьких коробочек, вот, со специфическим, нормальным, обычным аппи, для того, чтобы проводить любые крутоперации. Ну, соответственно, и читать, и писать, и так далее. Ничто на самом деле не мешает. Поэтому, по-моему, все им, кстати, говорили. РЖД или каким-нибудь из их IT-провайдеров, или, там, не знаю, там, подрядчиков, или дочек, и так далее. Одним, что называется, концом зайти в эту систему, вот, подключиться к аппе, и спокойненько читать и писать те данные, которые будут, в данном случае, интересны. Ну, в том числе, речь, конечно же, будет идти о том, чтобы получить в нашей системе сведения о том, как груз появился, вообще говоря, откуда возник, а, кроме того, сообщать о том, куда он делся. Такой вариант тоже вполне себе возможен, но это зависит, наверное, от выстроенных партнерских отношений. Потому что, основной, на самом деле, бедой, вот, того морского порта, о котором я рассказал, является его такая информационная зашоренность и закрытость в рамках одной юрисдикции, в рамках практически одного ведомства, и о том, чтобы эту информацию куда-то распространять, все еще до сих пор, думаю, это является, как я уже говорил, основой критики того же морского порта. Здесь, на самом деле, очень легко, конечно же, если все это бросить, дойти до того же самого. Просто прийти и сказать, вот вам вещь в себе, мы можем что-то давать, почитать, но на самом деле нет. Мы можем давать туда писать, но тоже не хотим. Вот. А нам-то надо интегрироваться туда наружу обязательно, причем мэппинг статусов определенный наводить для того, чтобы туда не утекало то, что им не надо, а сюда приходило то, что надо. Но это, если речь о юрисдикции. И внутри у нас точно так же РЖД. Я, кстати, думаю, что они, на самом деле, этим вопросом озаботились, потому что не только же морскими перевозками они что-то куда-то отправляют. То есть, догнали до порта, бросили, куда оно полетело, там, ну и, так сказать, когда их на домкраты там ставят на границе, да? Или что там? Я думаю, что было, может, спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Давайте один вопрос, и мы перейдем к следующему нашему оратору. Позвольте, буквально маленький вопрос. Мне, как представитель университета связи, интересует. А вот задумывались о сложностях функционирования такой же системы с распределенным реестром примерно в высоких широтах. И вот, мы возьмем проблемы со связью с интернетом. Да, задумывались. У нас, на самом деле, одним из предметов нашей головной боли является вообще вопрос с трекингом и что происходит в море. Вот. Но поскольку это проблема, такой челлендж, который надо как-то решать, мы, конечно, очень надеемся на спутниковую связь и что она позволит пропустить туда сообщение больше, чем там 4 байта какие-нибудь. У нас все хорошо. им там СОС. Вот. Может быть, ну, я думаю, что найдем. Майерск, по крайней мере, сам по себе, я так понимаю, находит какие-то пути решения этой проблемы там, где-то вокруг, во всем мире. мы до этого, я думаю, тоже доберемся. Коллега, это вопрос морс-веск. Ну, видимо, да. Да, я понял, морс-веск. Тим тоже позвечал. Тогда, значит, спасибо. Спасибо вам. Да. Похлад.